Здорово кабаны, с вами Макс Пояснит. Лето уже почти наступило, а значит самое время выяснить, какие кроссовки по праву могут называться лучшими в этот знойный и жаркий сезон. Кандидатов было немало, но с помощью честных голосований в нашей группе мы все же смогли выявить 5 самых подходящих, недорогих и проверенных пар, в которых этим летом вы будете чувствовать себя максимально комфортно и ваши ноги не превратятся в вареную картоху, что очень и очень важно, ибо эти 3 месяца у каждого из нас должны пройти исключительно незабываемо и по кайфу, а от кроссовок, поверьте, зависит немало. Но перед тем, как огласить вам этот список, позвольте мне поделиться с вами одним годным лайфхаком, как экономить свое время и деньги. Вот, например, этот 10 макс я купил всего за 70к, когда его средняя цена во всех магазинах минимум 100 тысяч, и помог мне в этом, конечно же, е-каталог. На месте я сразу же почитал отзывы о данном девайсе, узнал все характеристики, посмотрел видеообзор и даже сравнил его с предыдущими моделями, и все это на секундочку в одном месте. Вы только представьте, сколько экономится вашего времени и денег, так что я настоятельно рекомендую вам не совершать покупок без е-каталога. Если что, ссылка будет в описании, рекомендую лично от себя. Окей, совет хороший дал, теперь давайте приступать к кроссовкам. На пятом месте у нас будет пара, которая, по моему мнению, неоправданно набрала меньше всего голосов. Скорее всего, это произошло из-за того, что о ней мало кто слышал и мало кто носил. Это New Balance 247 модели. Лично я ношу эти педали минимум два года, и с уверенностью могу сказать, что эта пара отличный вариант на лето. Они легки за счет технологии Revlight, хорошо продуваемы, и за счет своих небольших размеров шикарно смотрятся под шартаны. Легко стираются в машинке и вообще не убиваются. Ну а с помощью моей группы MP Sale, на которую я рекомендую вам подписаться по ссылке в описании, их можно приобрести всего за 5 косарей. New Balance за 5 косарей, Карл. Ну не чудо ли это? По-моему, это оно и есть. Короче говоря, хоть 247 и набрали меньше всего голосов, лично от себя я их рекомендую каждому. Поверьте на слово, они вас не подведут. На четвертом месте у нас расположились с кроссовочкой от Adidas под названием LX-Con. Я уже делал на них обзор и в принципе остался ими доволен. Ну а почему бы и нет? Интересный дизайн. Вокруг отлично продуваемая сетка, а в подошве амортизационная система Adiprain, которая отлично гасит резкие удары от твердой поверхности. Поэтому прыгать и скакать в этих педалях одно удовольствие. Ну а цена в 120 баксов также никого смущать не должна. Для кроссовок от Adidas она вполне приемлема, я бы даже сказал, мала. Но так или иначе, скидки никто не отменял. Группа MPSL, если что, по ссылке в описании. Ну что ж, место под номером 3. По итогам голосования его заняли кроссовочки Nike Zoom 2K. Что ж, как по мне, решение достаточно спорное. На весну или осень они идеальны, не спорю. Но на лето, я бы сказал, слегка жарковаты. Не критично, конечно, но тем не менее. Во всем остальном, они просто пушки. Тем более, если по скидочке их можно выцепить всего за 5 косарей. Это ж просто фантастика. Учитывая то, что в подошве у нас присутствует технология Zoom Air, которая гарантирует нам высочайший комфорт при ходьбе. Да и на ноге они, посмотрите, как смотрятся. Но не кроссы, а ляльки. Соглы или не соглы? Если соглы, то давай палец вверх. А мы поехали дальше. На втором месте у нас оказались Дерапты. Что ж, весьма заслуженно, я считаю, ибо сложновато будет найти более подходящие кроссовки на лето. Они просты в эксплуатации, легко стираются в машинке, имеют красивый и необычный дизайн, а их цена по скидке может составлять всего 4К. Да и фулл прайс у них тоже не слишком большой. 100 баксов и они ваши. Дерапты, правда, четкие и неприхотливые кроссы. В них можно даже купаться летом, ибо 10 минут на солнце им достаточно, чтобы полностью обсохнуть. По удобству к ним также претензий никогда и никаких не было. Поэтому Дерапты второе место заслуживают, как никто другой. Я эти кроссы одобряю. Что дальше? Первое место с огромным отрывом занимает хит этой весны Adidas Night Jogger. Фулл прайс 10к. Со скидкой можно выцепить за 6. В принципе, цена достаточно человеческая, учитывая, что подошва у нас на бусте. Существуют вариации как на белом бусте, так и на крашеном черном. Но я бы посоветовал выбрать крашеный, жить будет куда проще. Также кроссовки имеют достаточно широкий протектор, что отлично подойдет людям с неправильной пронацией. Также их немаловажным плюсом является дизайн. За счет большого количества рефлективных вставок кроссовки смотрятся броско и интересно. Да и ночью в них передвигаться намного безопаснее. Короче говоря, у Adidas получились годные кроссовки, которые заслуженно заняли первое место в нашем топе. Но стрёмный все-таки нашел вчера у них небольшой косяк. Бандюги обнаружил, кстати, первый баг этих джогеров. Захуяривает все, зализывает наверх капли все. Конструкция такая. Хуевая тема. Что ж, косяк несущественный, но иметь его в виду мы, конечно же, будем. Спасибо, Гоша. Жожо, привет, передавай. Ну что ж, теперь все, что вам остается, так это из всего этого списка выбрать своего фаворита и порадовать свои ноги этим летом. Пишите в комментах, какая из всех перечисленных пар вам нравится больше всего. И, естественно, предлагайте свои варианты идеальных кроссовок на лето. Нам всем, уверен, будет очень интересно почитать. Ну а если ты уже поднял кроссовки на лето, тоже напиши в комментах, какие именно и доволен ли ты покупкой. Короче говоря, давайте в комментах обсуждать свои кроссы. Я буду стараться всем отвечать. Ну и не забывайте подписываться на МПСейл. Сами видели, какие скидки там можно ловить. Так что, почему бы и нет? Спасибо за просмотр. С вами был Макс Пояснит. Люблю своих кабанов. Не ходите на забивы. Носите четкие кроссы. Любите мам. Все, все по домам. Субтитры сделал DimaTorzok